Новая эпоха для отечественного АПК. В Беларуси запущены все мощности биотехнологической корпорации. До 60 новинок в год белорусские производители фармотрасли наращивают объемы собственного производства. Золото листопада и спецприз президента за гуманизм и духовность в кино главные итоги 28 кинофестиваля. И хорошие условия для высоких спортивных достижений Тир и Скалодром Олимпийских стандартов открыли на стадионе Динамо. В эфире программа события в студии Вероника Бута. Здравствуйте. Биотехнологии на полную мощность. Проект глубокой переработки зерна заработал на все 100 в столичном регионе. Это мощнейшая биотехнологическая корпорация и технологии, которыми владеют единицы стран в мире. Подробности узнаем у нашего обозревателя Олеси Высоцкой. Наш президент охарактеризовал продукцию национальной корпорации как ограненные бриллианты. И это вовсе не привлечение. На выходе получается продукт с высочайше добавленной стоимостью, на котором можно хорошо заработать. Реализовали этот проект с помощью китайских партнеров. Это была личная договоренность Александра Лукашенко и Си Диньпина. И БНБК стала единственной, которую Китай построил в пандемийный год. Пожалуй, самый красноречивый факт об уровне доверия и партнерства. Этот год был очень интересен. Мы освоили новый для Республики Беларусь вид комбикорма. Комбикорм для ценных пород рыб, который пользуется очень большой популярностью как экспортная продукция. Мы поставляем комбикорма для ценных пород рыб на предприятия Российской Федерации, которые специализируются по выращиванию лосося, форели. Первый завод здесь открыли в 2020-м. 100 миллионов рублей получили от реализации продукции уже на старте. А в следующем году при полной загрузке речь идет о полутора миллиардах рублей. Технологически это просто космос для Беларуси. БНБК-1 – это производство комбикормов и премиксов, а БНБК-2 – незаменимых аминокислот. Они не синтезируются в организме, а их присутствие в кормах – это привес и качество молока и мяса. И в конечном итоге это качество продуктов питания. Ничего подобного нет ни на просторах СНГ, не в Европе. Комбикорм, премиксы, корм для рыб, птиц – все это из зерна. И в перспективе будем получать еще и витамины. Причем не только для животноводства, но и для людей. Зерно здесь пшеницы за 200 долларов превращается в трептофан стоимостью 8 тысяч долларов. Ну и вроде как крутой проект. Но здесь, Александр Григорьевич, зерно кукурузы за 200 долларов превращается в витамин В12, тонна которого стоит уже 3 миллиона долларов. Таким образом мы можем труд крестьян капитализировать в деньги, потому что тогда крестьяне будут богаты. БНБК – это не только уникальная технология, но и новые рабочие места. Штат – почти 2000 человек. Средний возраст сотрудников – 35 лет. В коллективе – кандидаты наук, стипендиаты президентского фонда по поддержке талантливой молодежи, а средняя зарплата – почти 1000 долларов. Достойнейшие условия труда, заработка и обычной жизни. Белорусские производители фармацевтической отрасли заявляют о наращивании объемов собственного производства. Каких результатов уже достигли? Сегодня почти половина лекарственных препаратов, которые зарегистрированы в нашей стране, произведены именно в Беларуси. Выпускают до 60 новинок в год, и это наиболее востребованная среди населения позиция. Разработку новых прогнозируют на два года вперед. Столько времени требуется от идей до выпуска конечного продукта. Сегодня только на предприятии Академфарм при Натбеларуси в разработке около 30 наименований будущих лекарств. Нам пришлось пересмотреть некоторые логистические цепочки, поменять некоторых поставщиков сырья, что это особенно касается европейского производителя. Некоторая часть продукции производилась неполным циклом. То есть мы покупали уже готовый препарат у европейского производителя. На данный момент, чтобы в связи с перерывами поставками, чтобы потребитель не почувствовал какого-то отсутствия препарата на полках в аптеке, нам приходится проводить полный цикл разработки. То есть мы уже занимаемся полным циклом производства. Продукция белорусских фарм-предприятий поставляется в 37 стран. В структуре экспорта доминирует Россия, Казахстан, Азербайджан. Над импортозамещением сегодня работают все отрасли экономики. Большую помощь оказывает наука. Каких успехов достигли? Высокий уровень показывают лазерные технологии, 3D-печать, лазерная очистка металлов, наработки для медицины. И это все направление, на которое делает ставку Институт физики национальной Академии наук. В частности, ученые разрабатывают основу для транзисторов на сапфировой подложке. Это не открытием науки, но позволяет не закупать иностранное, а создавать свое. Почти 60 лет институт занимает ведущую позицию в сфере производства лазерной техники и оборудования. Мы учились делать эти лазеры уже в течение последних 10 лет. И на экспорт поставляем, можно сказать, в последнее время несколько сотен штук в год. Это довольно хорошая импортозамещающая продукция. Пользуется спросом Российской Федерации в Китайской Народной Республике, в других странах, в том числе и в Европе. Еще одно важнейшее направление работы Института – разработка лазерно-оптических технологий для биологии и медицины. Ученые анализируют воздействие лучей на живые организмы. И уже в наших клиниках зарекомендовал себя аппарат «Малыш» против желтухи новорожденных. 3000 единиц по всей стране и практически в каждом роддоме. Спасибо. Обзор подготовила Олеся Высоцкая. Больше новостей сферы экономики и не только на сайте нашего телеканала 3w.belarus24.by. Уборочная кампания в Беларуси почти завершена. Многие культуры дали хороший результат. Практически на 100% выполнен план по закладке продукции в стаб-фонды. Как будет обеспечена продовольственная безопасность страны? Сколько сможем заработать на экспорте? Спросим у Игоря Брыло, министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Игорь Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Так какой у нас в итоге вес кровая получился? Будет 10 миллионов 600 тысяч тонн. Это зерновые, зернобобовые, кукуруза и крестоцветные. Но это очень хороший результат. Прогнозы оправдались? Ну фактически да. Это надо сказать, что это рекордный урожай у нас получился за современную историю. Вот поэтому удалось нам это получить. Ну это несмотря на прогноз погоды, потому что все равно погода вносит всегда свои коррективы. У нас то или очень жарко, то или очень сухо, или очень много дождя. В этом году как у нас будет? Знаете, у нас к аграриям же так и подходят периодически скептики с разных сторон. То и говорят, там дождь помешал, то там засуха было. Но объективности ради в этом году погодные условия сложились по большинству наших культур, благоприятно для нас. Но вот с сахарной свеклой немножко не получилось. И когда на самом деле формирование корнеплода шло конец августа и первой декады сентября, у нас была достаточно засушливая погода. И поэтому ту цифру, которую мы планировали по сахарной свекле, получить 5 миллионов тонн, мы не завершили. Сразу вопрос, будем ли мы с сахаром в таком случае? Конечно, будем. Во-первых, мы больше почти на 300 тысяч тонн собрали, чем в прошлом году. 4 миллиона 300 тысяч. Этого будет достаточно для обеспечения, прежде всего, наших сахарных заводов. И какую-то часть сахара мы, конечно, реализуем на экспорт. А в этом году на какие культуры мы делали акцент? Ну, вы знаете, что мы практически увеличили все. Мы посеяли больше картофеля, сахарной свеклы, льна, овощей, азимового ячменя почти в два раза увеличили. В принципе, здесь все у нас оправдалось. Мы собрали урожаи картофеля больше, собрали овощей больше, собрали больше льно-тресты, заготовили, практически выполнили по всем показателям, превысили прошлый год. А за счет чего мы, если мы увеличиваем практически все? То есть у нас выросли посевные площади в стране? Вы знаете, что мы посевные площади увеличиваем, но это минимальный объем. Нельзя сказать, что в республике добавляется большое количество одновременно. Конечно, технология прежде всего. Этот год у нас был очень благоприятный. Страна и правительство, президент очень серьезно подставили плечо нам всем аграриям в обеспечении, прежде всего, топливом. Мы очень серьезно подошли к ремонту нашей техники. Мы это все и сделали. И, конечно, обеспеченность очень высокими минеральными удобрениями. Поэтому отдача произошла. А что касается вовлечения дополнительных земель в севооборот, вы, наверное, видели последние совещания с участием главы государства по мелиорации. Так вот, я хочу сказать, что у нас порядка 400 тысяч гектаров земли, которые мы должны восстановить, мелиорировать и ввести все в оборот в ближайших три года. Вот это у нас сейчас стоят грандиозные задачи. Еще одна важная задача для экспорта ориентированного государства, опять же, экспорт нашей внешней продажи. Какие рынки сегодня в приоритете, какие перспективны и по экспорту сырья, и по экспорту уже готовой продукции? Вы знаете, что касается экспорта сырья, как правило, Республика Беларусь не экспортирует. Вы знаете, что мы не экспортируем свое зерно. Почему? Потому что нам, прежде всего, нам надо для нашего животноводства, для обеспечения продовольственной безопасности страны в виде, скажем так, хлеба, хлебобулочных изделий, макаронов, муки и так далее. Что касается нашей продукции, то, конечно, год мы начинали, думали, что будет не совсем хороший результат, потому что поменялась, поломалась логистика, связанная со специальной операцией в Украине. Закрылся полностью Одесский порт, и нам нужно было в кратчайшие сроки, скажем так, как-то логистически наши цепочки выстраивать другие. Получилось так, что все сработало, и сработало очень хорошо. По итогам 9 месяцев мы реализовали наши продукции уже на 6 миллиардов долларов. Почти 126% роста к уровню прошлого года, и этот год мы сделаем рекордный по экспорту, перешагнем рубеж в 8 миллиардов. Я хочу напомнить, что в прошлом году у нас было 6,7. Что касается рынков, конечно, у нас основной торговый партнер остается Российской Федерации. Если посмотреть Россию и страны СНГ, то практически 79% всего экспорта мы поставляем именно туда. Но нас интересуют другие рынки. Да, и задачу по диверсификации никто не отменял. Абсолютно. Мы поставляем Европейский Союз, мы поставляем на Африканский континент, мы поставляем страны Азии, Океании. Для нас очень интересно многомиллионные страны, такие как Пакистан, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, ряд других направлений. Поэтому наша продукция востребована, слава богу, везде, во всех странах. И мы и пользуемся хорошим, заслуженным авторитетом и брендом. А есть еще какие горизонты расширять в плане внешних продаж? Ну, на сегодняшний день более 100 стран мира уже есть. Поэтому практически мы присутствуем на каждом континенте. Я бы, наверное, здесь сказал, что нужно уже более детализировать какие-то страны и увеличивать какие-то конкретно страновые объемы продаж. Потому что рынок, допустим, Китая, он не изведан никому. Если мы даже приросли более чем на 160% продажи у нас за 9 месяцев в Китай, но это всего лишь подходит к полумиллиарду долларов. А если понимать объем населения Китая, объем территории, мы понимаем, что мы только сделали практически первый шаг. Поэтому давайте мы будем планово каждый год увеличивать экспорт для нашей страны. Но для экспорта надо же увеличивать и объемы производства, и молока, и мясо. И это же основная тоже задача. Этот год, как никогда, наверное, показал актуальность еще одной задачи. Это импортозамещение. Вот насколько наша страна сегодня импорта независима. Здесь и речь о семенах, и об оборудовании. Вот от А до Я, скажем так, какой сейчас это процент? Вы знаете что? Слава Богу, что вот мы в суверенную Беларусь, вот свою, развивали свое собственное производство. Абсолютно везде. Вы вот сейчас привели пример семена. Огромная работа нашими учеными проведена. Просто колоссальная. Потому что, чтобы появился новый сорт того или иного растения, это, возможно, даже и не 5 лет, а гораздо больше. Представьте, насколько это все кропотливо делается. Чтобы создать новую единицу техники, трактора или комбайна, это надо поработать технологам, технарям, думаю, тоже не одну пятилетку. Это все очень серьезно. Что мы имеем на финише? Фактически мы своими семенами зерновых, зернобобовых культур обеспечены более чем на 140% от наших площадей, которые мы имеем. Но не все иногда используют наши белорусские сорта. Есть предприятия, которые где-то зациклены на импорте каком-то и так далее. Ну, в принципе, конкурировать надо. Но вот сегодняшний урожай, который мы имеем, я не буду детализировать, скажем так, овес, рожь, пшеница, ячмень, другие культуры, рапс. Я просто скажу, что белорусская селекция в этом полученном урожае, в нашем рекордном, составляет от 75 до 80%. У нас есть культуры, которые мы полностью импортозаместили. Но у нас есть культуры, которые где-то по погодным условиям, но не всегда могут произрастать у нас. Это касается какой-то части кукурузы. Хотя уже по семенам кукурузы мы более 70% имеем свою белорусскую селекцию. Это касается сахарной свеклы, которая у нас пока в априори не может произрастать, именно семенной материал. Это где-то имеется в виду какая-то часть люцерны. То есть, ну это уже какие-то дифференцированные отдельные моменты. Что касается техники. Вот при всем том, что, казалось бы, на полях у нас видна импортная техника, доля ее составляет всего лишь 4% от всего тракторного парка. Менее 11% занимают импортные комбайны, которые участвуют в уборке зерна, зерноуборочные. Менее 20% кормоуборочные комбайны. О чем это говорит? О том, что мы на самом деле, даже если бы случилось вообще совсем страшное, и все связи прервались бы, мы бы вытянули и посевную, и уборочную. Спасибо вам большое. На вопросы программы ответил Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Далее в программе события и итоги кинофестиваля «Листопад», туристическая мига Гродничины и новые спортивные объекты в Минске. Вернемся в студию через несколько минут. Это программа события на Беларусь 24, и мы продолжаем. 28-й Минский международный кинофестиваль «Листопад» попрощался со своим зрителем до следующего года. Кому досталось золото и в чьих руках спецприз президента Беларуси, знает наш обозреватель Светлана Чернова. В этом году статуэтка досталась режиссеру фильма «Здоровый человек» Петру Тодоровскому-младшему. Он дописал на камеру эту свежую историю несколько месяцев назад и успел засветить лишь на Московском международном фестивале. К слову, режиссеру и специальный приз президента Беларуси за гуманизм и духовность в кино. Сам Петр в эпицентре «Листопада» не оказался, потому награда из рук вице-премьера Беларуси пиар-директору картины. Беларуси пиар-директору картины. Общее же количество фильмов, обсуждаемых в жюри, достигло восьми десятков, но на всех 26 наград. Все основные ушли на экспорт. Так зрители отдали свои голоса лентам из Китая и России. А жюри отметила отдельными гран-при российского режиссера Анну Яновскую за неигровую картину «Агония» и сербский фильм «Перебиловцы». Там даже у камня есть шрам. Старый замок – одна из главных достопримечательностей Гродно. Год назад его открыли после масштабной реконструкции. Насколько популярен объект у туристов и почему? За год Старый замок посетили около 150 тысяч человек. Туристическая мекка Гродненщины – место притяжения для всех жителей Беларуси и гостей за рубежа. В основном из России, Польши и Литвы. Интересно, что групповые туры и экскурсии выходного дня забронированы до конца года и даже на начало следующего. Старый замок в Гродно – объект с уникальной историей. Его масштабная реконструкция началась в 2017 году и реализовывалась в несколько этапов. В замке открыли смотровую площадку с видом на исторический центр города. Среди экспонатов, которые сейчас можно увидеть в стенах замка, немало уникальных, в том числе археологические находки с замковой горы. Уже много выставлено в наших сегодняшних экспозициях. Здесь это там, где самая первая экспозиция рассказывает о этапах строительства замка. Там есть археология, там и кафля, и строительный материал. Кроме того, у нас есть экспозиция, которая называется «Гродницкие единицы», то есть XII-XIII века. Там есть и материалы со старых раскопок, но очень много и того, что теперь было найдено. И то, что было найдено, еще, конечно, будет использоваться и в новой экспозиции. Сейчас в замке кипит работа по оформлению экспозиции четырех новых залов, которые готовятся к открытию перед Новым годом. Специалисты работают над царской купальней, парадным алебастровым залом и резиденцией царского секретаря. В замковой часовне реставраторы восстанавливают обнаруженную под штукатуркой уникальную фресковую роспись XVI века. На стадионе «Динамо» в Минске открылись новые спортивные объекты. Ждем подробностей. Это пять современных оснащенных тиров различной площади и скалодром. Последний впечатляет своим масштабом. Напомню, скалолазание входит в программу летней Олимпиады. Потому рядом с трассами для новичков расположились и олимпийские. Это скалодром, который создан по самым современным меркам. И действительно он является уникальным объектом. Это единственный такой у нас в стране. И очень много поклонников этого вида спорта, которые уже с самого маленького возраста занимаются этим видом спорта, что позволяет, конечно же, иметь хорошую осанку, хорошую мышечную систему и действительно очень популярен среди молодежи. Здесь же по соседству находятся и пять тиров на 50 и 25 метров для стрельбы из малокалиберного оружия, а также три зала на 10 метров для стрельбы из пневматики. Своё мастерство могут оттачивать в том числе юные спортсмены из нескольких спортивных школ. Уже в день открытия скалодромы и тиры были протестированы юными спортсменами. Спасибо. Обзор подготовила Светлана Чернова. Рушники, изделия из металла и лозы, вытянанки. Беларусь славится мастерами, которые продолжают традиции народных промыслов и ремесел наших предков. Как удается сохранять национальный стиль в современных произведениях? И в чем уникальность декоративно-прикладного искусства Беларуси? Спросим у Ивана Голобурды, консультанта управления культурой и народного творчества Министерства культуры Беларуси. Здравствуйте, Иван Иванович. Здравствуйте. В Беларуси проводится очень много различных мероприятий, выставок, где вот в качестве экспонатов как раз-таки и используются какие-то образцы творений декоративно-прикладного искусства. Вот о самых масштабных, может, расскажите? Или, может быть, то, что актуально здесь и сейчас, куда нам сходить, что посмотреть? Да, действительно, в республике проходит много мероприятий, и это всегда радует, и, как говорят в народе, хорошего много не бывает. Поэтому и мероприятия действительно есть, и они проводятся, есть носители, есть что показать. В настоящее время можно говорить о нескольких мероприятиях, которые проходят непосредственно в настоящее время. Ну, город Минск здесь, как говорится, отличился. Девятого ноября состоялось открытие пятого триеннале декоративного искусства Белорусского союза художников во Дворце искусств. В нем представлены современные направления декоративно-прикладного искусства. Молодые мастера представили свои работы. Также до 20 ноября еще продолжает свою работу выставка декоративно-прикладного искусства, изделий, предприятий, художественных фабрик, объединение «Белхудожпромыслы», которое демонстрирует также свою продукцию. Ну, и следует сказать, что это ведущее предприятие, которое ориентируется на изготовление, на разработку изготовления представительской сувенирной продукции. Также можно сказать, что Белорусский союз мастеров народного творчества готовит к проведению выставки декоративно-прикладного искусства. 20 декабря состоится открытие этой выставки также в городе Минске. Что такое предновогоднее настроение чувствуется? Конечно, и она носит название «Калядные узоры». Цель этих мероприятий, прежде всего, начинаем с того, чтобы возродить и сохранить те традиции, которые у нас выработаны в художественной культуре. Второе – показать это живое развитие. Вот где-то современное, а где-то сохранение в настоящих мастерах, которые работают сегодня. Третье – это объединить носителей, потому что каждое новое направление, оно, ну, как бы, имеет продолжение, развитие. И каждый должен понимать, знать, любить, может быть, эти традиции, наши корни, те, которые были выработаны и пользуются, скажем, уважением, любовью в народе. И передать также молодому поколению эти навыки, умения, технологии. Вот. Ну, и один из, то, что вот последнее время как раз-таки актуально, это отработка создания брендов Республики Беларусь, которые именно воплощаются в изделиях декоративно-прикладного искусства, а также событий на те же самые мероприятия, которые проводятся в Республике Беларусь. Вот. Вы принесли книги, новые издания, посвященные и домам ремесел, и нашим народным мастерам. Вот. Несколько слов об этой литературе. Визуально шикарные книги. В этом году вышли издания, причем серия изданий. Это двухтомник «Живая традиция» Ромёствол, который рассказывает о всех домах ремесел, которые работают в Республике Беларусь. Их много сегодня? Их 104, и они все отражены об их деятельности. Их деятельность отражена в этих сборниках. Здесь отражены и клубное формирование. Второе издание – это народные мастеры Беларуси. Значит, государственная поддержка предполагает еще статус народного мастера. То есть есть носители, есть мастера, которые работают в этом виде искусства. И самым лучшим, именно которым являются носители, им присвавится статус народного мастера. Вот. В этом сборнике отражены все народные мастера, которые у нас имеют этот статус. Мы уже с вами сегодня обсудили современные виды декоративно-прикладного искусства. Но вот сохранились ли какие-то редкие направления, например, те, которые символизируют исключительно Беларусь, ассоциируются только с нашей страной? Из конкретно из видов ремесел народного декоративно-прикладного искусства, наверное, в первую очередь, можно назвать Сожскую скань. Уникальный вид направления декоративно-прикладного искусства, которое, ну, может быть, лет 30 только возрождено. То есть оно было полностью забыто. Суть его заключается в том, что это древесная стружка, которая имеет, ну, по своим физическим свойствам скручиваться. И вот это витье складывается определенный узор, и получается такой... на ребро накладывается, на плоскость, и получается вот такое замечательное изображение. Самая различная направленность художественного воплощения каких-то идей, изделия в этом виде декоративно-прикладного искусства являются представительской сувенирной продукцией. И действительно нужно сказать, что многие ведущие политики, в том числе и Папа Римский, имеют вот такие изделия этого видов декоративно-прикладного искусства. Второе, конечно, мне хочется отметить ткачество, конечно. Вязание, ажурное ткачество, уникальное для Беларуси. Это что-то среднее между ткачеством и вязанием, вот плетением такое уникальное. Ну и, конечно, соломоплетение. Сам материал и вот техника, как это удается из простого, казалось бы, материала, такие уникальные в художественном смысле какие-то вещи. Это и пауки, это и плетение. Вы сами знаете, современное, если мы говорим о современных направлениях, это украшение, которое достаточно популярное среди молодежи и, так сказать, зрелого возраста, украшения, женские украшения. Вот именно из соломки, плетения соломки. Я думаю, все эти элементы достойны быть внесены в государственный список историко-культурного наследия, или я ошибаюсь? Вот что туда включено сегодня? В государственном списке историко-культурных ценностей Республики Беларусь 164 нематериальных историко-культурных ценностей, проявлений творчества человека. Последнее время эта работа активно продолжается. Вот только за прошлый год 18, значит, пополнили список 18 элементов, из них 11 нематериально-культурных ценностей являются. В этом году, в 2022-м, 11 пополнили этот список, и 9 являются нематериально-культурной ценностью. Но в этом аспекте хотелось бы сказать еще и достижение на международном уровне, потому что в этом году в штаб-квартиру ООН направлена заявка, значит, белорусское соломоплетение на включение в репрезентационный список историко-культурных ценностей человечества. И уже есть определенные, значит, 28 ноября по 3 декабря состоится заседание комиссии ЮНЕСКО, на котором будет принято решение о включении вот этого проявления. Предварительная информация говорит о том, что заявка полностью соответствует требованиям, регламенту внесения в этот список, и поэтому мы можем гордиться очередной победой, можно сказать, нашего национального искусства на международном уровне. Мы будем ждать результатов окончательных, держать кулачки и пожелаем всем нам удачи. Спасибо вам большое. На вопросы программы ответил Иван Голобурда, консультант Управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси. Итоги и анализ главных событий этой недели в информационно-аналитической программе АТН «Главный эфир». Все проекты нашего телеканала есть на сайте www.belarus24.by, а также в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго.